Этот стенд при въезде на Большой остров появился недавно, однако пламенные призывы на четинцев, видимо, не действуют. Как вызов. Рядом с плакатом выброшенные мешки с мусором. Едем дальше. Улица Верхнеудинская. Адрес не случайный. На днях в контрольную инспекцию поступило обращение от ЭГК-14 с просьбой разобраться. Здесь прокладывают новую теплотрассу, но местные жители канал превратили в помойку. Удобно ведь. Вышел из дома, выкинул мешок в яму, никуда идти не надо. Скажите, пожалуйста, вы не сможете объяснить причину появления мусора в Канаве? Что это понятно? Мы вон на свалку возим. Точно? Да. А у вас договор на какую свалку возить? Не на свалку, мы вон там, около пятиэтажки. На чужой контейнер. А вы за него платите? Маму куда? А вы заключали договор? Я не знаю. По правилам благоустройства Читы, жителям частного сектора нужно заключать договоры на вывоз бытовых отходов со специальной организацией. Или же на руках должны быть чеки, подтверждающие то, что мусор вывезен на полигон. Если квитанции и договор отсутствуют, это нарушение. В таком случае составляется протокол, граждане привлекаются к административной ответственности. К Ольге Никандровне претензий нет. Ее семья мусор вывозит на полигон. Канал не засоряют. Я лично вообще не сыпала сюда ничего. У меня ничего не сыпала. Ну вы согласитесь, что это все с огородов? Естественно с огородов. Это чисто с огородов все. Вон свозили сюда телегами вот с той стороны. Вы же видите, в основном та сторона засыпана. Эта семейная пара также заверила – не мусорем. Отходы увозят в контейнер к пятиэтажке, что неподалеку. О том, что так делать нельзя, услышали впервые. Ведь жители благоустроенных домов оплачивают вывоз своего мусора управляющим компаниям. Получается, что...